Помимо того, что в рамках этого урока вы должны выучить греческий алфавит и разобраться с употреблением всевозможных диакретических знаков и знаков крепинания, вам пора начинать учить слова. В конце концов, невозможно овладеть греческим языком, если вы не знаете греческие слова, и при любом изучении языка слова должны изучаться. А иногда, особенно в связи с обилием компьютерных технологий, возникает иллюзия, что заучивание слов не такое важное занятие. В конце концов, всегда можно слово посмотреть в словаре, в справочнике посмотреть с помощью какой-то компьютерной программы. Кажется, если ты даже не знаешь перевод слов, то это не составит слишком большую проблему, и все равно, посмотрев нужные слова, ты разберешься в греческом тексте. До некоторой степени это справедливо, но вот что слой ледует отметить. Во-первых, если вы вынуждены почти каждое слово в греческом тексте смотреть в словаре, это приведет к тому, что ваше чтение греческого текста будет очень медленным, очень хлопотным и очень утомительным. А как следствие этого, в какой-то момент вам просто надоест заниматься греческим, надоест так именно читать на Лайзавет, вы его положите на полку, и он так и останется там пылиться, и будете провязываться переводом, и все. Вы потеряете то, на чем трудились. И чтобы не создавать себе препятствия из трудоемкости и скуки, сейчас нужно потратить время на то, чтобы выучить самые важные, самые нужные слова, те, из которых в основном состоит текст, и потом, зная большую часть текста и посматривая словарей, только какие-то редкие, необычные, экзотические слова, вы довольно легко и быстро начнете греческий текст читать, это будет приносить вам удовольствие, и греческий язык продолжит использоваться в вашей жизни, в вашем служении. Более того, если вы все время слова смотрите в словаре, если вы сами по себе слова не узнаете, если вы не способны просто так взять и прочитать греческий текст, то это приводит к тому, что вы не воспринимаете язык как язык. Вы не читаете текст как текст, как обращение, как сообщение для вас, вы расшифровываете что-то. И расшифровывание чтения психологически очень разные процессы. И при расшифровывании вы не замечаете какие-то нюансы, которые текст именно несет вам. И вы слишком много времени тратите на разбирание, на то, чтобы разобраться с теми деталями, которые вы банально не знаете. Поэтому, чтобы начать читать, начать воспринимать Новый Завет как слово, как язык, как речь, и для того, чтобы сделать так, чтобы чтение Нового Завета доставляло удовольствие, учите слова. В каждом уроке есть такой раздел «Лексический минимум». Те слова, которые нужно заучивать. Для каждого слова в лексическом минимуме дано несколько переводов, иногда один, иногда несколько переводов. Сразу нужно оговориться вот о чем. Переводы, которые даны для слова, это самые типичные, самые распространенные переводы данного слова. Это не значит, что здесь дано исчерпывающее толкование всех возможных способов перевода и употребления слова. Есть слова, которые употребляются в большом количестве контекстов, очень-таки многозначные, очень гибкие в своем употреблении, и в учебном лексическом минимуме все нюансы этих слов невозможно учесть. Это учитывается в словарях, и то, что вы учите какие-то слова, не обозначает, что вам не понадобятся слова. В важных ситуациях для толкования, или когда вы чувствуете, что знакомые вам значения слова как-то не очень уместны, не очень подходят к контексту, пожалуйста, обращайтесь к словарям. Со временем, работая с греческим текстом, приобретая какой-то опыт, со временем, пользуясь периодически словарями, вы сформируете гораздо более полную картину слова, чем те несколько значений, которые вам даны сейчас в лексическом минимуме, но это та хорошая база, от которой нужно оттолкнуться, чтобы двигаться дальше. Поэтому не считайте, что вы вообще все знаете про слово, но, по крайней мере, самые основные сведения в лексическом минимуме постарались для вас сосредоточить. Если говорить об оформлении лексического минимума в данном учебнике, то здесь есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание, чтобы они не создавали вам проблем. Посмотрите на самое первое слово, ангелос. Ангел, посланник, вестник. В скобочках после этого слова стоит цифра 175. Это количество употреблений данного слова в Новом Завете. То есть слово ангелос 175 раз встречается в Новом Завете. Длили на эту цифру, вы можете как-то прочувствовать значимость того, что вы знаете это слово. Еще после слова ангелос с черточкой написан у, запятая, о. Что это такое? После существительных традиционно пишется окончание родительного падежа. Ангелос дано в форме именительного падежа единственного числа ангел, но после этого написано, какое бы окончание это слово имело в родительном падеже ангелос. Почему так важно знать окончание родительного падежа, что его даже включают лексический минимум, мы с вами узнаем впоследствии, особенно, когда будем вынуждены изучать третье склонение имен существительных. Пока просто примите, что вот это родительный падеж, пусть такая информация будет, вам важно заучить и научить распознавать слово. Дальше хо это артикль мужского рода и традиционно во многих словарях, но здесь лексическом минимуме, вместо того, чтобы написать род слово мужской, а просто ставят артикль соответствующего рода. На следующем занятии мы выучим все артикли в греческом языке. Начнем учить, но два занятия на разной падежной формы у нас. Мы начнем учить артикли в греческом языке, информацию артикли в греческом языке, и тогда вы узнаете, но даже сейчас уже можно понять хо мужской род, посмотрите, чуть пониже у вас в учебнике есть слово галилая, галилея, с артиклем хэ, это женский род, и еще пониже есть слово панелман, дух, с артиклем то, это средний род. хо мужской, а женский, то средний род. Такой просто традиционный способ обозначить род славного с помощью артикля. Помимо того, что есть слова существительные, у которых окончание родительного падежа и артикль, есть и какие-то другие части речи, и там немного знаки, пустынер другие. Но давайте мы просто по списку этого пройдемся, посмотрим каждое из слов, и когда будем встречаться, обсудим. Итак, первое слово ангелос, ангел, легко запомнить, но помимо того, что это ангел, это еще и посланник, и вестник, ангелея, вестник, ангелос, вестник, и только в каких-то случаях ангел, но может слово употребляться и не для описания духовных существ. Второе слово аминь, аминь, русская привычная нам, и середина, аминь, да будет так, подтверждение, например, в конце, о молитве, или, например, когда Иисус говорит истина, истина, говорит и тебе, по-гречески, там как раз аминь, аминь, и так далее. Третье слово антропос, человек, антропология, термина, может быть, вы встречали, как раз связанные с учением о человеке, и вот слово антропос, это человек, но и в каких-то текстах это мужчина. Следующее слово апостолос, посланник или апостол. Прежде всего апостол, это посланник, но в Новозаветном контексте, посланник, особенно посланник Иисуса Христа, фактически особый статус, особый ранг, и у нас появилось слово апостол. Следующее географическое название, Галилайя, легко запомнить, Галилея, следующее слово, графе, существительное, женского рода, тоже писание, вообще всякое писание, в том числе и священное писание, поэтому писание, писание с большой буквы, вам слово рядано, ну и слова графика, автограф, и так далее, как раз с этим словом, графе, писатель, связанное. следующее слово, докса, слава, доксология, словословие, или есть такое слово, ортодоксальный, ортус прямой, правильный, докса, слава, поэтому ортодоксия, православие, ортодоксальный, православный, эго, я, и отсюда эгоизм, эсхатус, последний, и отсюда слово, эсхатология, учение о последнем времени, дзоэ, жизнь, ну, с этим словом связано слово, зоология, зоопад, правда не дзо, а зо, это такое византийское прочтение данного слова, теос, бог, ну, бог в смысле, всевышний бог, ну и вообще любой бог, обозначается этим словом, обычное греческое слово для, одно из обычных греческих слов, для обозначения бога, кай, союз, и, кай, может также употребляться не только в значении соединительного союза, и, ну и усилительно, даже, а именно, в значении даже или именно, то есть не в значении и, кай употребляется в 12 раз реже, чем в значении и, и обычно он употребляется в таком значении, когда не соединяет два слова между собою, а стоит перед словом самим по себе, ну, как это могло бы выглядеть, например, кай докса, просто стоит у вас кай докса, и больше ничего, тогда бы вы скорее перевели это как даже писание, а если у вас стоит, какие слова вы уже знаете, ну, пусть будет, графе кай докса, писание и слова, ну, в таком контексте просто переводите и, почему я подчеркиваю, и гораздо более частый перевод, чем все остальные, потому что у людей, начинающих изучать язык, есть какая-то, ну, на самом деле, немного странная, ну, и психологически объяснимая привычка выбирать самые странные и экзотические варианты толкования текста, то есть, если вы видите слово кай, которое легко переводится как и, почему-то хочется впихнуть, даже, а именно, или еще что-то, в тех случаях, когда и по контексту они совершенно не лезут, там, слов есть какие-то редкие значения, так вот, думая о слое, начинайте с центральных, с типичных, с главных значений, и вообще, чем более экзотично выглядит ваш перевод, тем больше вероятность, что перевод неправильный, правильный перевод, как правило, выглядит достаточно просто и естественно, так уж построенный язык, что он строится не на экзотике, а на максимальном повторении, на максимальной избыточности информация, поэтому стремитесь не к экзотике, но к простоте в ваших переводах, значения типа даже для кай, ну, и для других слов, потом мы посмотрим, только в каких-то очень редких случаях, когда контекст именно такого значения требует, нужно использовать. Следующее слово, кардио, сердце, кардиограмма, кардиология, с ним, кардио и так далее, и в общем, вся медицинская область, связанная с сердечными проблемами, как раз термины, и от этого греческого слова происходит. Следующее слово, слово космос, мир, ну, мир в смысле, там, вселенная, человечество, окружающий мир, мир не в смысле отсутствия войны, мир в смысле отсутствия войны, это другое слово, когда-то в русском языке было два слова, мир и мир, мир, писавшийся через и, и мир, писавшийся через и с точкой, но после реформы орфографии, и с точкой исчезла, и поэтому теперь, и мир в смысле вселенной, и мир в смысле отсутствия войны, у нас одно и то же слово, а в греческом, все-таки это разные слова, так вот, мир в смысле, того, что нас окружает, это именно космос. Следующее слово, логос, достаточно много русских слов с этим корнем, ну, или, по крайней мере, с корнем лог, логия, теология, биология, антропология, вот это учение, логия, оно, этот корень достаточно распространен, и, наверное, он поможет вам запомнить, ну, может быть, слово логос, вы и так уже слышали, логос, это прежде всего слово, но в каких-то текстах, речь, утверждения, даже отчет, и дали слово, дали отчет, отчет, но опять-таки, редкие значения, типа, отчета, не надо запихивать в каждый текст, начинайте с простого значения слова, ну, и потом смотреть, и требует для контекста чего-то иного. Следующее слово, пневмо, это дух, ну, вообще дух любого рода, это дух святой, тем же самым словом, обозначается, это дыхание, это ветер. Вообще, забавно, что в и в еврейском языке, руах, он связан как раз с дыханием, светом, с духом, и в греческом языке, пневмо, дыхание, дух, ветер, даже в русском, па, 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 дыхание, тоже однокоренные слова, и такие, па, 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 кстати, пневмо, там такой звукоподражательный, немного слова, видимо, по своему происхождению. Тем не менее, встретим слово пневмо, вы должны будете толковать, о каком духе идет речь. Следующее слово, prophetos, пророк. Пророк, профетический иногда такой термин существует, хотя он не очень распространен, может быть, он вам поможет запомнить это слово. Следующее, саматон, суббота или в каких-то контекстах недели. В рюксе слова есть одна забавная особенность, ее нужно запомнить. Очень часто в греческих текстах вы встретите слово суббота во множественном числе, даже там, где речь идет об одной субботе. И тотчас Иисус в субботу вошел в синагогу, и суббота стоит во множественном числе. Не надо думать, что это тотчас в субботу вошел. Но это странно звучит. Почему суббота во множественном числе? Ну, это такая традиция, где-то даже еврейская традиция. Евреи, дни обозначающие праздники, часто ставили во множественное число, и, видимо, под влиянием этого, и слово суббота оказалось во множественном числе. И так что слово обозначает в субботу, и в каких-то контекстах обозначает не просто субботу, а все недели, а там все семь дней. Опять же, смотрите перевод по контексту. Ну, шаба, шаба, какие-то слова нам знакомые помогут это слово запомнить. Фонер, звук, шум, голос, мегафон, патифон, и прочие русские слова помогут вам это слово запомнить. Последнее слово в этом списке Христос. Христос это и имя, ну, или имя какое-то, но воспринимается как имя, и Иисус Христос, вообще как имя и фамилия. Но вообще говоря, изначально Христос это титул, это слово означает помазанник. Тот, кого помазали Илеем. И в ветхозаветной традиции Илеем помазали священников, помазали царей, помазали пророков, и вот помазанник еврейская мессия Маша, греческая Христос. Хризма, помазание как раз греческое слово. Поэтому это не только фамилия в кавычках до Иисуса это прежде всего его титул. И несколько слов для вас имен собственных, которые запомнить будет легко. Абраам, Друид, Паулос, Петрос, Пилатус, Симон. Я думаю, что с этими словами у вас проблем не возникнет. Для того, чтобы вы почувствовали как хорош для нас узкоговорящий греческий язык, на 35-й странице вам приведено еще несколько слов, которые вам легко узнать. хамартия, грех, хамартиология, или гамартиология, учение о грехе, ахэ, начало правитель, отсюда, архи, приставка архиважная, или архивариус, архитектор, архимандрит, и так далее. Агунэ, женщина, жена, и гинекология, этнос, народы, языческие, язычники, но есть русское слово, этнос, этнические, и так далее. Евангелиум, благовесть, Евангелие, у нас есть слово Евангелие, тронус, у нас есть слово трон, Иисус, Иисус, Израил, Израиль, Мегас, Мегафон, и магазин Мегана, и так далее. Большой, Мэтр, Мать, есть созвучие, Моусес, Моисей, Некрос, Некролог, Некротический, Некрос, и так далее, мертвый, Офтальмоз, Глаз, Офтальмология, Офтальмолог, Патер, Отец, Полис, Город, и отсюда, Политика, Презбутерус, Старец, Старейшина, отсюда, Пресвитер, Пур, Огонь, и отсюда, Пиротехника, Пиромантия, Сакс, Плоть, и отсюда, Саркофаг, Саркома, Сома, Тело, и отсюда, Соматический, и так далее, Топос, место, отсюда, топология, Фарисаяс, Фарисей, Фаберу, боюсь, отсюда, Фобия, Хронос, время, отсюда, хронометр, хронология, и так далее, Псюхе, душа, жизнь, личность, отсюда, психология, и так далее. Так что вот смотрите, очень много русских слов происходит от греческих, и на самом деле этот список в несколько раз можно было увеличить, просто Маус некоторые такие слова привел, их больше, так что как ободрение слова учить будет не так уж и сложно, многие слова вы почти уже знаете. Но это слова для знакомства, а те слова, которые в лексическом минимум включены, 26 слов вы должны выучить. Кстати, если вы выучите 26 этих слов, то они охватывают более 11% текста Нового Завета. То есть больше, чем каждое десятое слово в тексте Нового Завета вам станет знакомым, ну, в среднем, конечно, если эти 26 слов вы будете знать. Дальше вы сами сможете попрактиковаться в чтении греческого текста. У вас в рабочей тетради, по-моему, даже есть какой-то текст, в отношении которого вам сказано попрактиковаться в его прочтении. Да, это первое послание Иоанна, первая глава с пятого стиха. 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 Это очень большая стиха. во всем, кто-то замерзал и раньше замерзал, прозвучивившись его простым Патером и Сан-Христом Дикаеом. И, возможно, мы с этим замерзали замерзал, и замерзал демон, а также в целом космосе. Кай энту туту геноскомен хоти эгнокамен аутом и антас энту лас ауту теромен. Холебгун хоти эгнока аутом кайтас энту лас ауту тером, селстесестен кай энту туту хэ лэтея укрестен. Хозде ан тэре аутутом логан, а лэтос энту туту хэ агапе тутылу тетелейм лотай. Энту туту геноскомен хоти эн ауту эсмен холегун хо ауту мэнэй офілей хатус экинус перипаттэсэй аутус хотус перипаттэйн.